Всем привет, это канал Железной Магистрали, меня зовут Олег Васильев. Не так давно стало известно о том, что из государственного бюджета будет выделено около 5 миллиардов гривен на строительство новой трамвайной линии в Кривом Роге и на реконструкцию скоростного трамвая. В этом сюжете посмотрим, есть ли технические возможности для строительства новой трамвайной линии и в каком состоянии сегодня находится скоростной трамвай Кривого Рога. Если вы занимаетесь ремонтными работами, то всегда можете приобрести качественный инструмент на сайте бренда ДНИПРОМ. Шлифмашинки, газонокосилки, сварочные аппараты, бензопилы, компрессоры и много других инструментов со скидкой до 35%. Заходите на сайт ДНИПРОМ по ссылке в описании. Больше интересной и полезной информации вы также найдете на странице в Фейсбуке и Телеграм-канале. Собранные под одно административное подчинение поселки сделали Кривой Рог одним из больших городов Украины. Границы городской территории вытянуты, а жилые массивы находятся обособленно и разделены карьерами, шахтами, заводами или полями. Поэтому для передвижения между разными районами нужен быстрый и удобный транспорт. В 1986 году открыли скоростной трамвай, который обособлен и частично проходит под землей. Это один из самых быстрых способов доехать с одной окраины города в центр или другой район. Однако за 35 лет инфраструктура поизносилась и временами возникают чрезвычайные ситуации. Только за 2020 год произошло два возгорания трамваев. В ремонте нуждаются станции, требуется модернизация путей тяговых подстанций. Так сегодня выглядит здание станции «Заречная». Железобетонные конструкции подвергаются коррозии, отваливают за куски бетона. Из-за разрушения гидроизоляции течет вода по сводам при входе на станцию и в нижнем вестибюле. Такая же ситуация с протеканием воды и на других станциях. По плану которой озвучил министр инфраструктуры Александр Кубраков, из госбюджета выделяется 600 миллионов гривен на закупку 25 трамваев и 2,6 миллиарда для работ по реконструкции линий. Есть надежда, что работы по модернизации линий проведут качественно и пассажиры будут пользоваться комфортным транспортом. Особое внимание стоит уделить понижению уровня шума и вибрации в тоннелях. Для этого необходимо уложить рельсы со специальными креплениями и накрыть путь звукоизоляционными материалами. Также немаловажную роль играет подвижной состав, который тоже должен иметь хорошую звукоизоляцию. При наличии кондиционера отпадет необходимость открывать окна для вентиляции и соответственно будет меньше внешнего шума. Ведь именно из-за большого грохота во время проезда по тоннелям часть пассажиров предпочитают не пользоваться скоростным трамваем. Что касается строительства новой трамвайной линии от Заречного микрорайона до станции Раковатая, то идея в целом неплохая, но требует тщательной технической экспертизы. На данный проект выделяется 2,2 миллиарда гривен. Я прошел пешком весь предполагаемый маршрут, начиная от железнодорожной станции. На площади возле здания вокзала придется проводить реконструкцию для размещения разворотного кольца и переноса троллейбусной линии. Затем, согласно эскизу, показанному в фейсбуке на странице министра, трамвайная линия должна пройти по улице Конституционной. Ранее была еще одна версия трассы, которая предполагает одностороннее движение трамваев по улице Мусоргского. Как видно, по улице Конституционной есть обособленная часть, на которой может уместиться двухпутная трамвайная линия. Однако дорога проходит в стороне от жилой застройки. Также через 800 метров идет пересечение с подъездными путями к одному из предприятий. Затем на бульварной части появляются деревья. Чтобы их не выкорчевывать, необходимо обрезать кроны, иначе ветки при сильном ветре будут падать на пути и контактную сеть. На улице Конституционной есть несколько оживленных перекрестков. Это потребует установки светофорного регулирования, иначе для трамвая будут возникать помехи в движении, что скажется на безопасности. По улице Ватутина, куда предполагается повернуть линию, тоже есть выделенный участок, по которому может ходить трамвай. Между тем, возле дома номер 36 я заметил технические колодцы, которые похожи на теплотрассу. Это может вызвать необходимость переноса коммуникаций. Далее по улице Ватутина дорога сужается, трамвай уже поедет по совмещенному полотну, что скажется на скорости движения и возможной задержке из-за сторонних ТТП. Еще одно узкое место – мост через реку Саксыгань. Несмотря на то, что сюда поместятся рельсы в оба направления, для проезда автомобилей останется половина полосы. Как вариант, необходимо будет расширить дорожную часть моста за счет тротуара. Поворот в сторону заречного жилого массива имеет слишком малый радиус, и следовательно потребуется реконструкция перекрестка с расширением одного из поворотов. Далее вдоль высоток по направлению к станции скоростного трамвая проложена широкая улица, куда свободно поместятся два трамвайных пути. Судя по всему, новую трамвайную линию будут интегрировать со скоростным трамваем. Для этого потребуется строить заезд, чтобы вагоны могли высаживать и забирать пассажиров на станции Заречная. Этим же путем вагоны будут ехать в депо. Есть еще один вариант обустройства конечной остановки возле здания станции, но тогда пассажирам придется пересаживаться, тратить время на ожидание и оплачивать проезд два раза. Поэтому вариант прямой связи линии скоростного трамвая и новой трамвайной трассы, дороговатой, выглядит более рациональным. Осталось только найти техническое решение по строительству ветки для связи двух линий. Как вариант заезд можно построить по зеленой зоне и вывести рельсы на разворотное кольцо скоростного трамвая. Таким образом Кривой Рог получит трамвайный маршрут длиной 36 километров, который свяжет два отдаленных района. Также обращаюсь к зрителям, кто смотрит видео без подписки. Нажимайте кнопку подписаться, этим вы также поможете в продвижении и развитии канала. Желаю всем приятных путешествий по железной дороге и увидимся в следующих обзорах. Субтитры подогнал «Симон»!